Японский городовой. На 21-м году правления Владимира Путина и его команды до этих людей наконец дошло. Что добиться эффективности от топ-менеджеров госкомпаний можно, если привязать зарплату руководителей к экономическим показателям предприятия. Никак до сих пор это происходило, когда топ-менеджеру по сути по советской системе платили, неважно сколько компания заработала, в плюс ушла или в минус, он все равно свои миллионы, миллиарды по контракту получал, а посадив чиновника на процент от выручки. Ребята, еще раз. Эффективные управленцы Владимира Владимировича из правительства Овное только сейчас осознали. Блин, я думал, что данную типа хитрость любой абитуриент, поступающий в УЗ, читай, вчерашний школьник знать обязан, а нет. Министрам нашим потребовалось 20 с лишним лет, чтобы прийти к такому умозаключению, когда уже все профукали, когда уже экономику развалили настолько, что ее не собрать, держите меня семеро и начинаем. Хотя, знаете, если честно, я думаю, что все не так просто. На самом деле, чиновники нас за идиотов держат, поэтому и разыгрывают очередную комедию. Ну, посмотрите. 20 лет их дружки Сечины, Миллеры, Чемизовы, Грефы и прочие просто так на ровном месте харю себе наедали. Медали ордена за это получали некоторые звезды героев даже. И все было нормально, чину шонная не напрягала. Более того, нам ведь даже как-то объясняли, не кто-нибудь, а сам, по какой причине товарищи топ-менеджеры бабки мешками домой носят. В чем может быть засада, если мы сейчас просто возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Ну, мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров. Они все разбегутся по частным конторам. Или вот. Ну, тогда они должны будут получать меньше своих подчинок. Платят же. А, ну, пускай получат меньше. Так где-то бывает. Два ответа на один и тот же вопрос, данный Владимиром Путином с интервалом в один год всего. В первый раз человек хоть что-то сказал, хоть какое-то объяснение выдал. А во второй, да потому что аргументов для оправдания не осталось. Короче, кремлевские политехнологи увидели, что история с зарплатами этих друзей народ уже конкретно напрягает. А это, в свою очередь, здорово бьет по рейтингу главаря. Люди кипят. Их реально раздражают лоснящиеся рожи вот этих никчемных госдиректоров, которые, по сути, в олигархов давно превратились. Вот и включили для холопов шарманку со старой, доброй, проверенной песенкой о борьбе с зарвавшимися хапугами. Пока мы только первый акт наблюдаем. Типа, это за что, господа, такие зарплаты государство им платит? Пусть, как в любом бизнесе, как потопали, так и полопали. Работать надо, а не достоявщиной заниматься. Дальше, я просто уверен, нас ждет и второй акт, и третий. Ну, потому что полумеры вот эти явно не помогут. Рейтинг Путина от них здорово не вырастет, посему ждем, что кого-то из братвы, а может даже нескольких человек, объявят врагами, начнут затем с этими врагами усиленно бороться, раскулачивать, возможно, посадят самого ненужного. Ну, мы ведь проходили все это в начале нулевых, та же история была. Сперва в 90-е чиновники тех олигархов сами создали. Они были для них кошельками. Затем, когда кошелечки выросли из коротких штанишек и начали становиться неуправляемыми, превратили их в громоотводы, а после его всеслили. Ну, что, забыли, что ли? Это молодежь может не помнить данного финта ушами, а у нас-то, у тех, кто постарше, все ходы записаны. А некоторые другие нефтяные компании, как, например, компания Юкус, имеют сверхзапасы. Как она их получила, это вот вопрос в плане обсуждаемой сегодня нами темы. В том числе и, значит, и такие вопросы, как уплата или неуплата налогов. Еще раз для тех, кто не догнал, сам по себе ни один Ходорковский, ни один Гусинский, ни один Березовский не смог бы разбогатеть до уровня планетарного масштаба, их вырастили. Их сделали олигархами. Кто? Чиновники. Бывшие члены ЦК, в одночасье ставшие демократами в Новой России, борцами за народ. А когда доморощенные богатеи стали не нужны, понадобились сильные политические ходы, богатеев слили. Сегодня они же, чинуши, создали новых богатеев и для того же самого. В общем, запасайтесь попкорном и занимайте места в первых рядах. Нас ждет захватывающий спектакль в обозримом будущем, ну, если народ сам не прозреет. Это реальная журналистика. Я узнал, что у меня нет в России. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Кстати, о взорвавшихся представителях власти. В Свердловскую область вас приглашаю, где один такой как раз возомнил себя, видимо, наместником кого-то из великих. Возможно, губернатора. Возможно, президента. А может, и еще выше. Знакомьтесь, депутат местного ЗАГС Собрания Александр Серебренников. На первый взгляд, ничем не примечательный депутат. Ну, разве что пару раз. Его имя всплывало во время громкого скандала с чиновницей Ольгой Гладских. Помните такую? Нет, вам государства вообще в принципе ничего не должно. Где он то ли друг, то ли поклонник. Ну, в общем, это не наше собачье дело. Не об этом хотел сказать. В прошлом году мой коллега Антон Брызгалов выпустил в местном телеэфире программу, посвященную данному депутату. Антон нарыл на Серебренникова какого-то компромата. Ну, как нарыл. Всю информацию брал из открытых источников, просто чтобы показать избирателям. Вот, ваш депутат. Программа, правда, обидно называется «Доска позора». Но на то и существуют журналисты, дабы указывать общественности и властям на какие-то огрехи там-сям. Первое, о чем все, наверное, знают, это то, что у Александра Серебренникова есть достаточно крутой отель в центре города Екатеринбурга под названием «Панорама». Так вот, в этом отеле за бюджетные деньги отдыхали дети. Вроде бы все прекрасно. Дети отдыхают, бюджет платят. Только вот по документам это был оздоровительный лагерь. А по факту дети отдыхали в бизнес-отеле. А спустя несколько месяцев после того эфира на моего коллегу вдруг завели... Внимание, дело! Не герои его программы проверять начали следственные органы. На журналиста дело завели по статье клевета. Вот это поворот. Причем мы долго не могли понять, откуда такая смелость для столь наглого выпада. Обычно с нашим братом стараются не связываться. Почему? Да потому что если еще и следственные органы начнут копать неприятных историй в отношении самого героя журналистского расследования, в данном случае депутата Серебренникова, выплывет еще больше. По обе стороны это знают, поэтому всегда стараются спустить такие ситуации на мягких лапах. Но нет. Господин депутат, видимо, посчитал себя неприкасаемым. А в итоге... Ой, а ну как полезло? Ну первое, что выяснилось. У следователя, который ведет это дело, биография не совсем кристальная. Несколько лет назад господина негру осудили за вождение в нетрезвом виде. Причем не впервые. Сначала привлекали к административке. В крайний раз уже по уголовной статье судили. То есть этот человек уголовник. И этот человек до сих пор работает в следствии. Как? Ну а дальше и про Серебренникова. Не очень хорошая информация вылезла. Этот Александр Серебренников депутат, ну я бы сказал, мягко сказал, с так скоррумпированной прослоечкой. Ни для кого не секрет, что он содержит черную кассу Единой России. Пусть меня хоть один единоросс в этом разубедит. У нас полно примеров, полно платежных поручений. К слову, вот и ответ, видимо, на все наши вопросы. Знаете, в уголовном мире есть такие держатели общака. И данные граждане или бандиты, неважно, пользуются авторитетом, неприкосновенностью. Причем как среди воров, так и среди правоохранителей. Депутат Серебренников, вероятно, фильмов про мафию пересмотрел и решил, что он тоже что-то вроде. Поэтому и повел себя как положенец на сходке. Ладно, не буду продолжать, честно. Вы знаете, мне кажется, что вся эта история должна стать неким сигналом для правоохранителей. Для администрации губернатора региона Куйвышева и руководства тамошнего ЗАГС Собрания. Для лидеров Единой России, наконец, партия в 21-м году наверняка на выборы пойдет с чем. Нам-то не жалко. Для нас, для журналистов, чем больше компромата в отношении вас, тем лучше. Вы просто забыли об этом, общаясь исключительно со своими халуями пропагандистами. Ну и чтобы не на грустной ноте, вот вы знаете, вторую неделю подряд все российские СМИ, в смысле пропагандисты, визжат по поводу беспорядков в США, кое начались после убийства полицейскими афроамериканца. Аж из трусов выпрыгивают, да это расизм. Да в процветающей Россеюшке такого и быть не может. Что за люди? И, пожалуйста, вам, 7 июня Москва. На Щелковском шоссе росгвардейцы задержали темнокожего мужчину, нарушившего пропускной режим. По словам очевидцев, стражи порядка обозвали задержанного обезьяной. Пообещали сломать нос. Несколько дней прошло, хоть один халуйский телеканал эту историю осветил. Вот они, халуи. Вот они, двойные стандарты, все. Это была реальная журналистика. Дальше, сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. Заходите, подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры papelторами, связаны субтитры, если вам понравилось sobre YouTube. Также субтитры, если вам понравилось companies. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...